Ну, сейчас здравствуйте, дорогие наши зрители. Здравствуйте. Нижданно. Ходновато мы, конечно, но ничего. У нас эксклюзив. А что, ходновато? Такие новости. У нас эксклюзив, потому что там, конечно, новостей много, но остальные так немножко пожиже, поэтому это будет на следующей неделе. А сегодня... Что, конфет у нас сегодня? Ну, поехали. Ну, сплетни, говорит, просто конфет. Конфет, конфет, персик. Ну, а что там так получилось конфетного? Сплетни номер раз. Это просто на первом плане, потому что я, честно говоря, жутко рада. Так. Потому что наш любимый Асфальд Дуриус, он у нас тут выступил с показательными выступлениями, номер отмочил. Чего? Суперски. Очередную бабу поимел? Да, ну, фигня какая. Это проза жизни, это неинтересно. Ага. Вот, я-то к чему? Он же что? Ты же помнишь, как его пресса поливала? Ну, да, пресса ему прессовала, помню. Как про него писали, что он такой-сякой розетки, что он со всеми перессорился, что он невозможен, что он абсолютно мерзкий характер имеет, что он, значит, бьет всех подряд, что там движется, что там ползает. В общем, что увидит, то и бьет. Помнишь, да? Ага. Что его уволили, Сальвадор Михей уволил его из триумфа любви, потому что... Ага, там с треском вопли, Да, жену побил. Оночь говорит такой. Так вот. Вот сейчас они все должны подобрать челюсть из пола. Ага. Слушать сюда, потому что Асвальдориус дал интервью журналу Пош Магазин. И что он сказал? Он сказал, что он начинает работать в Голливуде. Вау. Вау. Да. И это не шуточки, потому что на самом деле он называет проект. Проект называется Элсей Фред. Да. А в главных ролях знаешь кто? Ширли Маклейн. Да. Ширли Маклейн и Кристофер Фламмер. Вот так вот. Да, минуточку. А Ширли еще живая. А как ты думала? Я как-то думала, что эти два престарелых актера американских уже давно сделали ручкой. Они, конечно, престарелые, но они качественные. Плюс он еще в интервью сказал, что в общем в самой команде несколько человек, которые работали на скороносных фильмах. И в общем команда там собирается очень интересная. И что его мечта сбылась. Он вообще... Молодец, мужик. Слушай, он непотопляемый. Я за него рада ужасно. Потому что, понимаешь, я терпеть не могу, когда начинает вообще на одного человека вот это вот выливать, вот все эти помои. Ну, есть такие родители. Ну, ты меня, конечно, извини, но Асфальдо это имя. Асфальдо это знак качества. Если Асфальдо где-то работает, то он работает хорошо. Ну да. Ну вот. Култура за ним как бы особо это замечено не было. А уж я после Раузана его зауважала до невозможности. Не, ну Раузанин отыграл. Че? А в авдово планка? Ну да. Вы еще такую карьерочку сделаете, как у него, чтобы смотрели в двухстах странах мира. А потому и зависть, милая моя. Потому и попли с соплями. Ой, какой он нехороший. И мы ему работаем. Ой, телевизор, мы ему работа не дадим. Ой, теплые палы. Какое горе в его личной жизни. Да, страсть. Ну, слава богу, я очень рада за Асфальдо. Надо будет его поздравить на его твиттере. Вот сказать ему, что он молодец. Не, он молодец. Потому что вот это очень здорово. Потому что, понимаешь, актерская работа, она все-таки зависима от капризов, от каких-то непонятных личностей вообще темных, да? От прессы этой дурацкой. А тут он молодец. Он сейчас сам будет определять правила игры. Молодец. Ой, молодец. Замечательный мужик. Просто скажу. Молодец, мужик. Люблю. Да, уже люблю. Ну, а что у нас дальше? Ну, вот. А дальше у нас другой голливудец. Голливудец. Голливудец, да. Но дело в том, что если у Асфальда это уже все, это уже как бы точно, то вот у этого голливудца как бы вообще ничего не понятно. То есть, ты меня прости, но когда я начала читать все эти его интервью о том, что он и там, и там, и там в Голливуде снимается, аж три проекта называлось. Господи. Кого ты имеешь в виду, девушка? Уилья Малери, кого? Аааа. Господи. Да, что он после съемок в одном клипе с Дженнифер Лопет, он решил, что он сейчас вот это. Все уже, уже там. Уже там и уже звезда. И уже звезда. И он стоит на этой красной площади, дорожке и Оскарой на блюдочке. Да, а Оскаров уже коллекции, уже у меня Орехи Кули. Так что хочу сказать. Еще три проекта было. Потом поступила еще одна новость, от которой я просто легла. Неа. Что его приглашают на Бродвей в мюзикл Чикаго. Но не от этого я легла. Прошу прощения? Да, я легла от другого. Он сказал, что он был приглашен, но отказался. Ага. Знаете, почему? Почему? Потому что его пригласили в Мексико, но так ее любят, что он решил вернуться. Ах, и куда же он возвращается? А возвращается, он работает с Сальвадором Михеем в новелле «Латарменте стаде». С чавкой Михеем? Да, который по мотивам «Латарменте». Ага, который его зачавкает. «Латарменте»? Да. Это что, можно сказать, что этот вот голливудец, он будет вместо Криса Мейера? Ага. Ой, мадре мия. Вот именно, что мадре мия. Ух, бедная мия. Ой, бедная, бедная. Бедная теленовела. Там вообще очень непонятно. Помнишь, как он типа отказал Содербергу, да? Ну, типа да, Содерберг перестал снимать вообще кино после этого. Переживался весь. Сейчас, видимо, Чикаго тоже прекратит существование. Ну да, ну да. Гир же постарел, а этот не пришел. Заменить некому. Уж какой вообще. Ну да. Конец Братвею. Ну, дело не в этом, понимаешь. Издеваться мы можем, конечно, сколько угодно, но дело вот в чем. Я, понимаешь, я всегда вот про Вилли, я все время говорю. Ребята, вот он много чего рассказывает, да? Я к нему, в принципе, отношусь совершенно нейтрально. Как бы мне... Вижу, вижу я твое нейтральное отношение к Вилли. Нет, ну, просто вот это вот все, это уже начинает тихо как бы надоедать. Ты же сначала где-нибудь снимись и предоставь публике это все. Это самое раньше времени. Дорогуша, пиар дорогого стоит. Смотри. То, значит, Дженнифер Лопес занимается его продвижением и чуть ли не личный менеджер. То его приглашают в Испании участвовать в каком-то музыкальном проекте, потом оказывается не чертоподобного. То он с... Чу, чу и поем? С Эмилией Стефаном, мужем Глории, начинает там работать на Кимбраге. И фотографии в Твиттере, и все. Где, че? Где это все? Посмотреть. Ну нет, вообще ты не живешь в Мексике, поэтому нифига не знаешь. Молчи, женщина. Не, ну Чава, Чава сказал уже, что ха-ха-ха. Уильям, значит, возвращается. Он как Обама, без латимосов, значит, ему никуда. Ах, ну Чава, он в своем амплуа. Чава, конечно, тоже хорошее это... Не будем говорить янтого слова. Будем говорить о подарок. Кстати, обрати внимание, Вилли как-то так постарел. Неожиданно. Ему же чуть-чуть, за 30 совсем. Ну, без Мексики ему никуда, понимаешь. Он грустит. Нервничает, постареет. Короче, посмотрим. Если все так, как есть, то, значит, уже в конце года начнутся, в начале года начнутся съемки. Ага. Вот, опять же, вот я была, вот хочу просто покаяться и побиться головой в монитор или в клавиатуру. Лучше в монитор. Лучше в монитор. Потому что я была не права. Я была абсолютно не права. Простите, люди добрые. Я Эдика Яниса вообще чисто конкретно не любила, а теперь я к нему. А теперь я его очень люблю. Резко залюбила мужика. За что это вдруг? Ну, ты понимаешь, он, как раз, молодец. Да, ну. Ну, да. Дело в том, что, понимаешь, опять-таки, вот у меня срабатывает вот эта вот система. Когда все на одного, я начинаю задумываться. А что такое? А что такое? А что такое? Ну, мы в прошлой передаче сообщали, что у него были скандалы чуть ли не до драки с режиссером Сальвадором Гарсией. Ну, да. Вот этот красавец в концлагере. Да, вот это Сальвадор Гарсией не есть. Ну вот, а теперь, значит, сообщение такое. Это от Пипы новость пришла. Ну. Лазутчица на телевизоре. Она сказала, что Лолито пребывает в состоянии, она сказала, что у него настроение, значит, собачье, сучье, да? Ага. Вот. И что он там ругается со всеми. Но главное, он поругался с Эрикой Буэнфилдом. Ой. Почему он поругался? Почему я его залюбила ужасно? Он ей сказал, значит, какая-то сцена не шла и все. Вот не идет. Хоть ты тресни. Лала не нравится. Что-то он не получает. Он говорит, плохая ты, говорит, Эрика, актриса. Скажу. Из серии, ну и рожа у тебя шарапов, да? Ага. Опа. И говорит, давай-ка я тебе покажу, как это делать надо. Ага. И показал. И показал, видимо. И, видимо, так показал, что тетка, значит, бросила все и побежала жаловаться в офис продюсера. О. О. О, господи. Она там горько ему жаловалась на что-то. Уж не знаю там деталей. Но какие там оргвыводы последовали, тоже неизвестно. Я думаю, что, скорее всего, оргвыводы последуют в ее сторону, чем в сторону Яниса. Потому что Янис – это как бы рейтинг всякого. Янис – это рейтинг. Янис – это рейтинг. Надо отдать ему должное. Как бы мы ни относились к его актерским способностям, я, например, после огня в крови просто молчу. Но чего ему дает, то он-то и играет, видимо. Слушайте, что дают, то и играет. Но то, что Эдуардо – это символ рейтинга, как, кстати, и Колунга, да? Ну да. Тут это, извините, ребята, как бы вы тут со мной не спорили. Ну что-то, что-то. Я даже не планирую с тобой спорить. Нафиг надо. Ну да. Не за май, святая. Ну шо вы, шо вы? Нет, я просто хочу сказать, что на самом деле, я так понимаю, что Лала достиг уже такого, так сказать, возраста и такого веса в этом мире, что он стал позволять себе открывать рот и говорить, что он думает. Вау, вау, вау. А может быть, с возрастом помнел? Ну, я думаю, что он, знаешь, дураком никогда, в общем-то, не был. Ага. Вот, судя по его биографии, желающие могут нашу программу про него посмотреть. Вот, дураком никогда не был. Но тут я понимаю, что он просто ему надоело. А в Мексике там же такая система, что ты актер, твое дело раз лежать, а два тихо. А тебе сказали, вот, сделай вот это, скриви рот к носу. Это должен сделать. А если ты начинаешь, что это типа неоправданный сюжет, он тебе говорит, че вас? Тебе говорят, так ты замолчи, мы сами знаем, как сюжет обрезать. Что ты тут раз выступался? Вот, кстати, вот Лау ругают. Колумгу ругали за это же, за самое на прошлой новелле. Ну, потому что Колумга тоже разбухтелся. Да, он сказал, ну, чудо, что сценарий какой-то фиговый. Ну, так не бывает. Нелогично это. Идея, правда, жизни, мать ваша. А ему сказали, какая правда в розовых теленовелах. Вот именно. Ну, что? Сезар и вора тоже за это его ругают. То есть, как актер получше, так он начинает что-то там говорить, ребят, может как-то это. А ему говоришь, сэээ. Молчат. Ага, я вас спрашиваю. Шуша, ты мне лучше скажи, что там наш уважаемый Гонсало Вега позволил себе? Эта песня. Собственно, ради этого все и затевалось. Ну-ка, ну-ка. Короче, сижу я вчера. Сижу я вчера, никого не трогаю, тихо подчиняю примус в кресле. Ну и по привычке листаю в мексикамскую и всякую разную латинскую прессу. По поводу теленовала, актеров, всякого такого. Значит, скрываю я издание, любимое мое, ТВ Мотос. Крупно. Заголовок. Гонсало Вега назвал Марио Семара свиньей. Ай-я. Думаешь, что такое? Что ему Марио на нечинство не подал? Так, слушай, дальше. Короче говоря, Гонсало. Не прошло его, в общем-то, как бы трех лет. Двух лет. В 2009 году Марио Любви. Ну так трех лет. Ну подумай. Ну два-три года. Там, знаешь, для старчика деменции это... Это ерунда. Как вчера все было. Да, как сейчас помню. То есть, ой, елки-палки, оказывается, этот кубинец оскорбил мою дочерь. Ах! Ты представляешь? Сильно оскорбил. Ну, там самое интересное, что когда все это снималось, там были всякие разные слухи, говорили, что Марио там с ней в какой-то сцене отказался целоваться. Ага, было-было-было. Одной он пальцами ее разец вел, другой целоваться не захотел. Уж не знаю, там по какому поводу. Может, опять-таки, правду жизни искал, как всегда. Ну да. Он же знаешь, как у нас? Он же у нас это... Ну да, правдорез и правдолюб. Да. Да, чтобы на вылоб было получше, да? Угу. Вот. Нет. Ну и все. И, короче говоря, Гонсало тогда уже там что-то такое сказал, но... Точно было неизвестно. А тут точно до него доперло. Ну, конечно, ой-ой-ой, оскорбление оболокаться сильным. Он сказал, он свинья. Да, он грубо обращался с моей дочуркой Зури. Ой-ки-буки. Я, говорит, вообще... И вообще, какой он конфликтный и нехороший человек. Вот я, говорит, никогда с нашими товарищами по работе, вот на площадке, никогда не скандалил. А почему он снимался где-то? Что-то я его не помню. Нет, он в Мексике актер еще неизвестный, но он как-то давно-давно уже в тираж вышел, и еще недавненько... А он безработный сидит. А-а-а-а... Ну, он... Ну, что он себе пиар сделать, да? Так вот. И он, значит, говорит... Я вообще не понимаю, как его продюсеры берут куда-то и его что-то предлагают. Ну, да. Ну, во-первых, забыли его, конечно, спросить... И меня вы за него! Забыли спросить Гонсалу уважаемого. Извините, товарищ, в следующий раз обязательно спрошение напишем. Кого снять, кого нет. Ага. Или вас возьмем на роль этого герой-любовника. Обязательно. Только бороду побрей и лызину зарасти. Ну, я думаю, на дело не хитло. Ну, а так вот. На дело-то, понимаешь, в чем? Реакции дочки Зури. Ну? И че, дочечка? Да, вот. Значит, у нее сейчас должна быть премьера сериала. Там такой сериал про боксеров. Она там играет, тоже боксершу. И у нее берет интервью наша любимая Максима Царь. Ага. Которая сама знаешь про Марио. Доброго слова не скажет никогда. Да, она удавится. Да, она удавится. А тут, я так поняла, что Максим заболела. А что? Заболела серьезно. И мне кажется... Она что, похвалила Марио? Она дала им слова Зури без всяких этих комментариев. И все как есть. А Зури сказала следующее. Она сказала, значит так, никаких конфликтов не было. Никаких таких вообще грубостей с его стороны. Не было. Папа что-то перепутал. Ага. И вообще, папа у меня большой шутник. Я тебе помнишь цитировала. Ага, ага. Кромисто. Вот. И не надо серьезно вообще прессе относиться к его словам. Че, хуй, господи. Никакой проблемы там вообще большой нету. И вообще, чего вы привязались? Ага, значит папочка решил пропиариться. И дочке это дело помешало. Ясно. Дочка оказалась как-то поумнее. И дочка в общем сказала, что фу. Ребята, фу. На папу фу. Ну, я вообще знаешь, что тебе хочу сказать? Там, конечно, были какие-то проблемы, но проблемы были вовсе не с Зури, а с Хорхе Поза. С ее женихом, который там вообще сидел. Ну, Хорхе, он же, Хорхе, он и есть Хорхе. Ну, что с него взять? Он, видимо, там на субстанцию вторичной переработки исходил. А, интересно, что он вообще курит по жизни? Да, потому что химия у него была очень хорошая. Вначале, да, было замечательно, а потом она в деревяшку превратилась. Девку как подменили. Вот. Там, говорит, скандалы мощные были. Я думаю. Вот все равно она его бросила. Господи, правильно сделала. Ну, такое имущество. Это не тот же чемодан без ручки. Это вообще не чемодан, а старая, потертая с ума. Ну, так вот, слушай дальше. И в этой же статье, в этой новости, пишется, вот он такой конфликтный, типа Марио, да, та-та-та-та. Вот и Аросселя Рамбула отказалась с ним работать в патроне. Пути-пути-пути. Серьезно. Во-первых, есть еще большой вопрос, а было ли так, как они пишут? Ну, ладно, бог с ними. Допустим, что было. Хорошо, отказалась. Молодец. Так ты помнишь, эту патрону же они, как они ее преподносили, что это будет супер-пупер проект? Ну да. Что они даже хотели рейтинги Королевы Юга перекрыть, а у Королевы Юга было от 11 до 14. Да, конечно. Вот сейчас, бегом. Так вот, а какие у нас новеллы имеют хорошие рейтинги? В какое время они идут? Ну, в 9. В прайм-тайм? Да. В лучшем случае они идут в 8. Ну, ну да. Ну, 8-9. Вот это их время. На какое время поставили патроны? Я специально полезла проверять. И на какое? На 7 часов. Да ну ты чё! Питское время. За что их так? А я думаю, посмотрели, прикинули все, что есть там к носу, посмотрели на химию между Арасей и пилой. Я, конечно, пилу глубоко уважаю. Ну, ну, а моего пилочку не замайте. Ничего хорошего там не будет. Мне его жалко, ты знаешь, он в лип первая такая роль, главная роль, и с такой актрисой, как Арасей, мне его очень жалко. Не вытянет он. Арасей там еще, в общем, конечно, звезду включила на полную. Ну, так ха! Кто б сомневался. Вот. Я так понимаю, что весь бюджет именно на нее ушел, а все остальное было подешевшее. Ей деньги по их кормить надо. И даже самое интересное, что сначала они пустили две промки, да, а потом их, значит, это, приостановили на показ в Штатах. Что ты говоришь? Может, что-то так, я не успела посмотреть, знаешь, очень жаль. Вау! Но то, что я видела... Где-то не водятся онлайн эти две промки, надо найти их, посмотреть. О, то, что я видела, мне категорически не понравилось, честно тебе скажу. Я же тебе еще раз повторяю, мне пилу жалко. Он долго пер к главной роли, и вот, блин, не подпортила мужику. Ну, будем, конечно, думать, что, может, все будет хорошо, и мы даже посмотрим несколько серий, и мы даже выпустим спецпродавшу. А, ну, само собой. И вообще, я хочу, чтобы мы с тобой понавыпускали периодически передачи с нашим критическим видением сериалов. Вот, если кто хочет, можете в комментариях написать, хотите вы этого или не хотите, граждане зрителей. Да. Потому что, вот я, например, горю желанием обсудить с тобой Аморос Вердатерос. Ой, не хочу, не хочу, не хочу. Вот, кебу, не ту амор, это у меня второй на очереди, потому что я ужасно хочу обсудить с тобой Хорхис Алинос и Дану Грасси. Девушка, вы меня в аппетит не вводите. Ну, вот, короче, вот такие вот у нас скандальные подробности. Вот, значит, на этом у нас вот такие новости. И еще раз повторяю, для желающих, кто хочет послушать вот наши умные мысли, напишите, пожалуйста, в комментариях внизу на YouTube, Чего вы хотите обсудить и услышать? Все, на этом все, ребятушки, пока. До следующей недели, у меня там еще много чего есть. Ау! Ладно, все. Субтитры сделал DimaTorzok